Киров посетила замминистра образования и науки России. Сегодня Татьяна Синюгина провела рейд по учебным заведениям города, которые ремонтировались и строились на серьезные деньги из федерального бюджета. Речь идет о сумме в 105 миллионов рублей. Ее регион получил еще в прошлом году. На эти средства удалось капитально отремонтировать, построить несколько кировских образовательных учреждений. Речь идет в том числе и о 26-й школе в микрорайоне Урванцево и центре дистанционного образования Кирова. Все подробности в материале. Сделаем зону для того, чтобы создать максимальные условия для каждого из них, кто сюда придет под их потребности. Просторные кабинеты с современным оборудованием, отремонтированные коридоры, обновленный фасад, подвалы и даже комната отдыха. Все это воочию видела замминистра образования Татьяна Синюгина. Вместе с сопровождающей делегацией она оценила, как был реконструирован Кировский центр дистанционного обучения. Такое серьезное преображение стало возможным благодаря 17 миллионам рублей, которые поступили в наш город из резервного фонда президента. Позанимал, поиграл, пообщался, сходил, покушал. У нас очень ответственный арендатор, хорошо подходит, понимает нас. Заказывает цветовой гаммик, какой надо, заказывает железью. Вот он нам какой стол мы ставили. Давайте что-нибудь более яркое и детское. Да. Получать среднее образование по видеосвязи в обновленном центре будут как дети с ограниченными возможностями, которые не могут ходить в обычную школу, так и дети из районов области, где есть дефицит в педагогах. Уже 1 сентября центр дистанционного обучения примет почти тысячи учеников. Будут методическим центром для опорных школ. Как организовать дистанционное обучение вообще на территории всей области? Это очень правильно. Хорошо, спасибо. Также за министра образования оценила и новую школу номер 26 в микрорайоне Урванцево. Здесь Татьяна Синюгина увидела современный спортивный зал, кабинеты, столовую и многое другое. На строительство единственной в микрорайоне школы из федерального бюджета также были выделены десятки миллионов рублей. Стоит сказать, что учреждения построили всего за 8 месяцев, чтобы успеть принять учеников в сентябре. Особое внимание в ходе визитов в Киров Татьяна Синюгина уделила вопросу безопасности в учебных заведениях, сказав, что ответственные за это в первую очередь директоры. По итогам рейда за министра отметила, что наша область движется в верном направлении. Я не буду сравнивать область с какими-либо другими субъектами Российской Федерации. Я, наверное, имею полное право сравнить ее с ее же состоянием и положением несколько лет тому назад. И, вы знаете, я хочу отметить действительно очень системное и поступательное движение. Движение по тем основным актуальным направлениям, которые сегодня есть в целом в системе образования. В целом, визитом в Киров за министра образования и науки осталось довольно. Какое количество федеральных средств будет направлено в наш регион, Татьяна Синюгина не назвала. Правда, сказала, что любой проект в сфере образования будет поддерживаться в любом случае. Артем Миронов, Константин Кузнецов, Никита Рябинков, информационный канал «Город».